Машинный обучение 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 Ну, в принципе, не то, что хотелось бы. Давайте вот подумаем. У нас считается, что люди разумны. Ну, давайте примем это за аксиому. Разумны ли дети? Наверное, да. Разумны ли обезьяны? Наверное, да. А кошки? Ну, уже вопрос. Там дальше можно идти ниже и ниже. И видно, что такой четкой границы в естественной среде нет. У позвоночных, у ланцетников просто хорда, там спинной мозг, у саламандр, там уже какие-то есть элементы центральной нервной системы, у кошки больше, у человека еще больше. Но, тем не менее, вот с точки зрения современной науки и техники, кошка – это суперинтеллект. Она может планировать, она может приспосабливаться к неизвестной среде, охотиться, находить себе, соответственно, пару, размножаться, воспитывать потомство, общаться с людьми, с другими животными и очень много других вещей, которые пока недоступны машинам. И с другой стороны, если мы посмотрим, допустим, на то, как определялся интеллект раньше, сто лет назад калькулятор обычный бы посчитали, наверное, искусственным интеллектом, потому что он может заменить сто человек, которые считают на счетах вручную. А 50 лет назад чат-бот современный, который чатится, в общем-то, довольно бессмысленно, тоже, наверное, прошел тест Юринга. Или 10 лет назад современные, когда говорили, что интеллект определяет способностью распознавать образы, ну вот, как бы уже, наверное, нехорошо так говорить, потому что сверточные нейронные сети определяют изображение лучше, чем люди. От меня шума нет. Ладно, поеду дальше. Ну, да, обсудим последние успехи. Что произошло за последние, наверное, лет 7 в машинном обучении в искусственном интеллекте произошел такой большой прорыв, потому что изобрели там много новых алгоритмов. И если сейчас смотреть, то все, что как бы наиболее сейчас актуально, оно было опубликовано и изобретено, наверное, с 2006 года. Ну вот, что хочется вспомнить. DeepMind. DeepMind – это программа, нейронная сеть, которая сама самостоятельно научилась играть в 50 игр на Atari. Например, она научилась вот в Arcanoid играть очень хорошо, за 240 минут она научилась играть лучше, чем профессиональный игрок. AlphaGo – это известный проект, который обыграл чемпиона мира по Go. В 2000, если я помню, в 2015 или 2016 году. IBM Watson, который вы слышали в Geopardy, ну, своя игра, он обыграл человека, по-моему, в 2011. Но сейчас он активно используется в постановке диагнозов в медицине, особенно, например, в раковом, постановке диагнозов в онкологии. Например, рак кожи он диагностирует с точностью больше, чем профессиональный онколог, дерматолог, и шизофрению тоже по МРТ, по объективным данным он устанавливает лучше, чем профессиональный психиатр. Соответственно, вот, например, еще один пример в Стэнфорде. Нейронную сеть обучили по ЭКГ ставить 14 наиболее частых диагнозов, связанных с аритмией. Автономные роботы, self-driving cars появились уже практически в серийном производстве. Сверточные нейронные сети стали лучше распознавать образы и изображения, чем люди. Распознавание эмоций по выражению лица, но они точно распознают лучше, чем я. Распознавание речи тоже, по крайней мере, для английского текста в мае, по-моему, Microsoft заявила, что у них, их системы распознают текст лучше, чем профессиональный стенографист. Ну и генерация музыки и стихов. Вот я слушал, есть такой нейронный оборона, альбом, если кто видел. Там в стиле Егора Летова с нейронной сетью сочиненный текст, музыка написана людьми, ну и полный альбом. Можете на Яндекс.Музыку или на YouTube зайти послушать. Вполне узнаваемо. И так кажется, что там есть глубокие смыслы, хотя, наверное, там никакого смысла-то и нету изначально. Ну, вот еще один из примеров. Это стилизация изображений по... Там все видели призму. Ну, это вот пример одной из свободных библиотек. Там ссылочка будет на нее в конце. Который может, допустим, из зимнего пейзажа сделать летний, из летнего и зимний. Стилизовать фотографию на разных художников. Мане, Ван Гога. Перекрасить лошадь в зебру и наоборот. Ну, там зебра перекрашена в лошадь, похожа на лошадь Прижевальского. Ну, вот DeepMind хотелось бы показать. В принципе, очень простой был эксперимент. Сейчас я запущу эту штуку. Смотрите. Изначально нейросеть не знала ничего. У нее был эмулятор Atari. И счетчик очков, сколько она заработала за игру. Она принимала сигнал, который являлся видеосигналом, выходом. Видела, сколько она очков заработала. И на выходе у нее были какие кнопки нажать на контроллере. Вправо, влево и так далее. Вот за 120 минут она научилась играть как, не знаю, как ребенок в 8 лет, который только этим занимается. Как суперпрофессионал с такой скоростью. Она, в принципе, берет на вход 4 последовательных кадра. Это рекуррентная нейронная сеть, если кому-то интересно. И там есть такой алгоритм Q-Learning. За 240 минут до нее дошло, что можно сбоку пробить туннельчик, закинуть мячик сзади, и оно там все блоки собьет. В общем, в принципе, уже интеллектуальное поведение. Хотя это чисто, если математику посмотреть, это чистая оптимизация функции. Еще один пример, чтобы было весело. Вот то же самое, это все узнали. Вот сверху нарисована нейросеть, которая это решает. Она, видите, неглубоко. У нее есть входное окно. Беленькие квадратики – это почему он может бегать, а черненькие – это враги. Дальше там нейроны видны, белые и черные. Соответственно, зеленые – это… Что-то здесь как-то не очень хорошо пошло, контраст плохой. Зеленые связи – это активация, красные – это торможение. И справа вот А, B, X, Y и так далее – это сигналы на джойстик. И тут, в принципе, нейросеть, которая генерируется генетическим алгоритмом, то есть наиболее успешные нейросети проходят следующий раунд. Они скрещиваются, вносится мутация, немножко меняется архитектура сети, ее веса. Проходят следующий раунд. И вот за 3-4 раунда она научилась проходить до финиша вполне спокойно. Давайте он дойдет до финиша. Тут уже осталось немного. Ну и я не буду показывать self-driving car, я буду показывать экскаватор самоходный. Я не знаю, видели или нет его. А Build Robotics, такая компания, они выпускают такие самодвижущиеся экскаваторы, которые могут, ему указываешь котлован, он копает сам за себя, за людей. 24 часа в сутки без остановки. Вот, в принципе, стандартно видит препятствия, останавливается, когда видит препятствия. У него есть зона, куда можно мусор, когда землю можно, соответственно, выкидывать. Вот тоже пример достаточно, если говорить о self-driving car, там не только нейронные сети и машинное обучение, там есть алгоритм планирования классического, такого классического искусственного интеллекта. Но давайте я не буду до конца его показывать, там рекламные видео, которые длинные и красивые, как он работает 24 часа в сутки без остановки. Первый комментарий к этому видео на YouTube. Папа остался без работы, наверное, теперь. Давайте немножко я расскажу о том, какие же подходы к решению искусственного интеллекта были за последние, там, не знаю, 70 лет. Вообще такое понятие, как искусственный интеллект, в принципе к нему и машин-ленинг, наверное, можно отнести, хотя он из статистических методов вырос, появился, как только появились компьютеры, и стало, там, захотелось сделать таких же роботов, как в 30-х, в фантастике. И изначально был вполне такой энтузиазм, ну, может быть, были большие ожидания, что формализация логики и формальные правила и доменные языки, то есть у нас есть там объект, там класс, я не знаю, стол, там стул и так далее, между ними есть взаимодействие, что таким образом получится создать полное описание мира и описать на нем правила. К сожалению, это не получилось, мир плохо формализуется, например, задача отличить кошку от собаки формализуется очень плохо. Но, тем не менее, эта область активно развивалась, она не очень по нынешним временам требует больших вычислений, там были сделаны, там были большие достижения, тот же там методы оптимизации, наверное, их можно к этому отнести. Экспертные системы, когда у нас есть большой такой набор правил, если то, то это, если там идет дождь, то с вероятностью 80% он будет идти завтра и так далее, и так далее. Если такой большой-большой список правил есть, то мы очень много можем предсказать о будущем, это так устроена экспертная система. К сожалению, чтобы ее создать, нужен великий эксперт, который там своим бесконечным мозгом эти правила сможет сформулировать более-менее явно. Это очень сложно, для некоторых вещей это было сделано, и в 70-х годах системы такие использовались в диагностике заболеваний, в диагностике неисправностей на самолетах и много еще где, но большого распространения не получили. Соответственно, теперь нам нужно понять, как решать плохо формализуемые задачи, и такие задачи стало получаться решать, когда появилось много данных, когда появился интернет, когда появилось много примеров, когда появились большие вычислительные мощности, соответственно, тогда уже и подоспели алгоритмы, некоторые там в 90-х годах большое распространение получили нейронные сети с backpropagation, с обратным распространением ошибки. Не буду тогда детально останавливаться на этом всем. Скажу, что машинное обучение, это методы, сейчас они называются, это более математические, допустим, и линейная регрессия, это когда у нас точки разделяются плоскостью или гиперплоскостью в онмерном пространстве, и там, в общем-то, вполне чистая математика, линейная алгебра, и матанализ, и никакой такой магии нету, если посмотреть пристально. Второй метод, когда у нас попытка была симулировать интеллект, это посмотреть на то, что у нас происходит в природе, в природе мы являемся нейронными сетями, вполне там нейрофизиологи и биологи сказали, как это устроено. Это немножко про машинное обучение. Нам известно, как устроен мозг, у нас есть кора, у нас есть лимбическая система, которая отвечает за чувства, эмоции, у нас есть глубинные отделы мозга, рептильный ум, вот здесь написано, это то, что нам досталось от еще ланцетников, саламандр и простейших животных, которые отвечают в основном за движение, простейшие рефлексы. И, соответственно, вся наша логическая, умственная деятельность на нас изоточена в коре. Что с собой представляет кора? Это такое полотно, грубо говоря, метр на метр, состоящее из, представьте, салфетку, толщиной всем клеток, всем нейронов. Она так скомкана и запихана в черепную коробку. Поэтому, собственно, в складках нет никакого большого смысла, просто чтобы вот этот толстый, не толстый, тонкий, но большой платок поместить в голову. И вот так она устроена. Она устроена и состоит, будем для простоты считать, из нейронов только. Нейрон — это клетка, у которой есть много входов, порядка сотни, тысяч, иногда несколько выходов, к которым подсоединяются другие входы. Они соединены вот так, друг за другом, нейрон получает входной импульс. Если импульсов достаточно много, он активирует свои выходы, и таким образом распространяется электрическое возбуждение в мозге. Если посмотреть, как нейроны организованы, они организованы в такие столбцеобразные структуры, которые организованы в макростолбцы, и все эти макростолбцы сложным-сложным образом друг с другом еще дальше соединены. То есть у нас мозг получается таким большим количеством нейронных сеточек, сеточек из нейронов, которые соединены друг с другом. Точно такое эмулировать не стали, хотя импульсные нейронные сети в природе существуют, и там даже ведутся активные исследования, но речь сегодня пойдет не о них. Где-то, я не помню, в 60-х годах, точную дату не вспомню, была создана модель такого простейшего нейрона. Это манейрон, это, грубо говоря, такой математический объект, искусственный нейрон, который принимает на вход n входов, суммирует их с весами, применяет к ним какую-то нелинейную функцию, и ее значение выдает на выход. Ну, там еще такой, так называемый, байос, нулевой элемент входит для того, чтобы центр сдвигать. соответственно, вот простейшая модель нейрона, наиболее часто применяется гиперболический танген, сигмоид и rectified linear unit, RELU, который там меньше 0,0, больше 0,x. Вот такая нейронная сеть, например, из одного нейрона, она уже с вероятностью 70% детектирует кошку. Если подавать на вход, обучить на тысячи примеров кошка-собака, или кошка-не кошка, вот у меня в датасете были там кошки и не кошки, вот она с 72, по-моему, процентной вероятностью определяет кошку на картинке. Казалось бы, да? Ну, как бы... Сейчас. Да. Секундочку. Что такое, соответственно, нейронные сети? Уже в более большем смысле понимания это нейроны, соединенные друг с другом. Вот на данном примере у нас так называемые full-connected нейронные сети, когда нейроны объединены в слои, и между слоями каждый нейрон соединен с каждым нейроном из предыдущего слоя. Соответственно, нейроны на первом входе называются входным слоем, это на них подается вход, например, картинка. На выходном слое у нас, допустим, первый нейрон говорит, что у нас тут на картинке собака, второй говорит, что кошка, третий говорит, что человек, четвертый говорит, что машина, как обучим. Такие сети обучаются на примерах, допустим, если говорим о супервайз-ленинге, то есть мы на вход подаем изображение на выходе, смотрим, что у нас получилось, знаем, что, допустим, на картинке есть собака, поэтому должен активироваться первый нейрон на выходе, допустим, самый нижний, а все остальные должны быть нулями, соответственно, считаем, как у нас сеть, какую она ошибку совершила, эту ошибку распространяем назад по связям, корректируя веса, это так называемый метод обратного распространения ошибки. Очень хорошо все работает, все просто, все хорошо, за одним исключением она при увеличении своей глубины экспоненциально больше и больше требует времени и ресурсов на вычислении, ну и склонна к переобучению, то есть она может просто тупо запомнить все картинки в вашем входном датасете, допустим, из 10 тысяч изображений, отлично их распознавать, но когда вы ей покажете картинку, которую она до этого не видела, она ее не распознает, это так называемый оверфитинг. Ну, три способа обучения нейросетей, способ обучения с учителем, это когда у нас есть примеры, известно, что на примерах мы показываем, говорим, вот тебе картинка, она говорит, кошка, мы говорим, нет, собака, поэтому ты должна активировать этот нейрон, а не этот, она корректирует веса. Второй этап обучение без учителя, когда мы показываем картинки, допустим, с кошками, с собаками, и с людьми, она не знает ничего, она пытается минимизировать количество классов, которые она распознала, и таким образом она делает кластеризацию, то есть разделение объектов, входных данных, на классы. Ну и третий, это обучение с подкреплением, вот классический пример был с Марио, когда мы, она делает какую-то деятельность, мы ее вознаграждаем или не вознаграждаем за результат, она корректирует веса у себя. за последние лет 20 или 30 было много нейронных сетей, различных архитектур придумано, всех мы их тут перечислять не будем, с 2007 или 2008 года произошел вообще взрыв, там каждый месяц придумывают новую архитектуру, вот, наиболее популярные здесь, из того, что сейчас у всех на слуху это Deep Convolutional Networks или сверточные сети, слышали глубокое обучение, вот они вот здесь. Про них мы немножко поговорим. Ну, что у нас произошло за последние 7 лет? Вот, график не самый свежий, это точность распознавания картинок по, то есть, точность классификации картинок, что у нас изображено на картинке. Ну, мы видим, что в 2010 и в 2011 году в этом соревновании, это результаты соревнования L-связь, в 2011 году используются методы классического Computer Vision, с 2012 года начали использовать нейронные сети, и вот в 2015 году они стали это распознавать лучше, чем человек, в 2016 3%, у человека 5% ошибок. Сложность нейросетей растет. В том же соревнованиях мы, вот эта глубина нейросетей, которые участвовали в соревновании победителей, мы видим, что она растет практически экспоненциально. В 2016 году, в 2015 году 150 слоев, в 2016 200 слоев. Вот, соответственно, сеть, которая из 20 слоев 2014 года, просто более длинные не помещаются. Мы видим, что архитектура у нее достаточно уже сложная. Она состоит из повторяющихся блоков, так называемых инцепшн-блоков, которые делают операции свертки и свертки и пулинга, и могут обучаться, в принципе, раздельно. Такая сеть у нас распознает где-то с точностью, соответственно, 5%. То же самое сложность нейросетей это, грубо говоря, за последние года, сколько операций требуется сети для прямого прохождения, сколько это, соответственно, горизонтального ось, вертикального ось, это точно сопознавание, а размер кушка это количество параметров в сети. Мы видим, что в начале вот эти серые сети у них количество параметров росло, но точность не сильно улучшалась. Потом перешли на сети с глубинным обучением, количество параметров у таких сетей гораздо меньше, количество связей меньше, они не являются full connected сетями, соответственно, время вычисления уменьшилось, ну и постепенно все равно глубину мы увеличивали, увеличили, параметры стали увеличиваться, количество параметров в сети. но тем не менее они все равно существенно меньше, чем у классических сетей full connected и точность познавания гораздо выше. Ну и что у нас происходит? У нас вычислительная мощность растет. Это график мощности графических карт. мы видим, что он растет практически экспоненциально. Давайте поэтому я сейчас немножко расскажу о наиболее перспективных на данных моментах активных исследованиях, а потом мы попытаемся свести все это воедино и подумать к чему же это приведет. У нас сейчас наиболее активно идут работы в области машинного зрения, это сверточные нейронные сети, это распознавание, классификация, сегментация изображений, распознавание, это сказать, что у нас есть на картинке человек, овца, собака, классификация, это сказать, в каком квадрате есть, а сегментация это еще попиксельно обвести допустим человека на картинку сказать, вот именно он здесь расположен. Работа с последовательностями, это машинный перевод в первую очередь, то есть у нас на входе есть последовательность текста, нейронная сеть его берет, превращает в другую последовательность текста, знаменитый форекс, тоже можно решать нейронной сетью, это тоже при задаче предсказания последовательности, ну и задачи управления, обучения какому-либо поведению, они решаются методами обучения с подкреплением, часто это тоже модель гибридная со сверточными сетями и так называемыми рекуррентными сетями, когда часть их выхода подается же на их вход, то есть у нас есть нейронные сети, допустим, у какого-то набора слоев выход подается на вход этого же слоя или предыдущего слоя, зависимость от архитектуры, это дает некий элемент памяти, потому что классическая нейронная сеть не обладает памятью, за исключением того, что она запомнила в ходе обучения, допустим, если мы хотим анализировать текст или живую речь, нам нужно все-таки помнить, что у нас случилось секунду назад, 100 миллисекунд назад, и рекуррентные сети с этой задачей справляются достаточно хорошо, там есть свои сложности, есть отдельные модели, улучшающие их производительность, но в целом это рекуррентные сети. давайте теперь подумаем, к чему же все это приведет наиболее философская часть того, что мне хотелось рассказать. Смотрите, у нас считается, что мы сейчас полным ходом вступаем в четвертую технологическую революцию, это революция, которая изменит экономическое взаимодействие в мире. Первая была, соответственно, это появились ткацкие станки, паровые машины, вторая, это когда появилось электричество, массовое производство стали, массовое производство конвейерное, органическая, неорганическая химия, третья, это когда появились компьютеры, связь, интернет, в конце концов. Ну и некоторые выделяют четвертую, некоторые говорят, что это новый этап, третий, это когда у нас появляется искусственный интеллект, который будет часть того, что раньше считалось интеллектуальным трудом брать на себя. Соответственно, большое количество профессий может отмереть. Я про восстание машин хотел еще обсудить. но сначала посмотрим на эту кривую. Верхний красный график это грубо говоря интеллект человека от времени. Люди становятся умнее, хотя некоторые спорят со временем образование улучшается. Этот процесс более-менее линейный будем считать. А как мы видели, машины становятся умнее и умнее по экспоненте. Поэтому в некоторый момент времени ориентировочно кто говорит через 20, кто говорит через 50 лет машины интеллектом превзойдут человека. И что тут произойдет большой вопрос. Если кто-то слышал о термине технологическая сингулярность, мы можем потом его обсудить в кулуарах. Не буду глубоко в эту область заходить. Вопрос будет ли восстание машин. Смотрите, в ближайшие лет 10 наверное нет, потому что то, что сейчас делается, это автономные системы, они достаточно узкоспециализированы, понятия слова восстания у них нет. У них есть копать, не копать, препятствия объезжать. Больше у них понятий нет доменного знания в их системах о том, что происходит. Тем не менее, две опасности, которые может принести искусственный интеллект. Первое, это то, что у нас, грубо говоря, по некоторым оценкам до 80% людей может остаться без работы. Отчасти это компенсируется тем, что появится новое количество специальностей. Отчасти эксперименты с безусловным базовым доходом могут помочь. Вопрос пока не решенный. Все думают и смотрят, что же произойдет. Ну и второе, искусственный интеллект вряд ли самостоятельно будет убивать людей, но если сделать специальную систему для этого, то делать надо будет очень эффективно. Эффективнее, чем люди, соответственно, самолет шестого поколения, автономные дроны и так далее, могут вполне эффективно уничтожать человечество. Но это не их проблема, это проблема тех, кто их сделал и заказал. Ну и хотел немножко обсудить, что же мешает внедрять self-driving cars. На самом деле технологии уже ко всему готовы, они вполне рабочие, проблем там на самом деле две, по большому счету три, если считать профсоюзы дальнобойщиков. Первая проблема это законы, непонятно за ДТП кто сядет, железка ты не подпадешь. А вторая проблема это так называемая этическая проблема. Допустим, если у нас машина едет и неожиданно на дорогу выбежал ребенок и у нее есть выбор либо сбить ребенка, либо выскочить навстречку и попасть под фуру и угробить пассажиров. Вопрос, что должен делать автопилот. Ну, если он не может затормозить. Уже ребенок выскочил прямо под самые колеса. Ну, допустим, ладно, ребенок один, пассажир один, ну, премиум решение за пассажира. А если он с мамой с ребенком выскочил, нам что-то на фуру ехать, ну, тогда, когда маркетологи наши говорят, вы знаете, наша машина может иногда под фуру выехать, если она посчитает так нужным. Плохо продается такое. В общем, пока это не решено, наверное, это, на мой взгляд, должно быть каким-то законодательным образом закреплено. Все будут говорить, ну, извините, у нас закон говорит, что если два человека выскочили, а у вас в машине один, ну, извините, под фуру, поэтому извиняйте, езжайте втроем. Ну, в принципе, это почти все. Соответственно, еще раз об изменениях в экономике, что отомрут профессии многие, водитель, журналист, возможно, частично, например, в одной китайской газете, не помню, не произнесу название, есть нейронные сеть, которые пишут заметки о, допустим, ДТП и о трафике, о пробках, которые случаются в городе. Ну, вот она, журналисту требуется на это, четверть час, нейросети, секунда. Сбербанк недавно уволил, если я не память не изменяет, две тысячи юристов, заменив их ботами для выставления претензий по просроченным кредитам Тинькофф. по-моему, вчера Тинькофф банк, может, неделю назад заявил, что они внедряют чат-боты, которые будут экономить, там, 720, по-моему, сотрудников из колл-центра они смогут заменить. Вот, смотрите, опять же, генерация музыки, нейросети сейчас занимаются, получается, не очень хорошо, я слушал, но прогресс заметный, она уже похожа на музыку, и стихи тоже на стихи похожи, они такие немножко абстрактные, но рифма там есть, поэтому непонятно, как будут поэты и музыканты, наверное, они будут в каком-то симбиозе работать с искусственным интеллектом, как шахматисты современные, они играют с компьютером, они тренируются с компьютером, есть даже проект соревнований, когда пара на пару человек и компьютер играют против человека и компьютера, то есть компьютер отвечает за тактику, за проверку того, что человек ляп не сделал, а человек отвечает за стратегию. Вот, ну и наверное open source в области искусственного интеллекта, он поможет избежать явных перегибов, то есть будет контролироваться, по крайней мере, что там происходит и как он устроен. И, наверное, это тоже как-то нам поможет не быть поглощенными. Ну вот, на этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ